здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика сегодня мы вяжем кардиган короткий кардиган из пряжи alize lana gold плюс состав этой пряжи 50 процентов акрил 49 процентов шерсть вы можете заменить метраж 100 граммах 140 метров основываясь на метраж то есть если вы меняете то меняете на соответствующий метраж спицы 5 с половиной миллиметров одни всего лишь спицы еще крючок дополнительный толщина крючка тоже где-то от 4 до 5 с половиной миллиметров важно попасть в плотность вязанием 11 петель 10 10 сантиметров и 24 ряда в десяти сантиметрах 24 ряда в десятих сантиметрах это по вот этой вот по основному узору по пышной резинке плотно это плотность по основному узору эти два узора идут как дополнительная платочная и чулочная гладь так две пуговицы надо сколько пряжи нужно значит вязать мы будем вернее я буду вот в этом вот размере маленьком и буду прописывать размеры м мл и lxl то есть три размера количество пряжи 6 мотков для маленького размера как у меня 7 мотков для размера мл 700 граммов и 8 мотков для размера lxl это при условии что вы попадаете в мою плотность этой вот пряжей то есть любой другой пряжи может быть как меньше так и больше девчонки я сейчас говорю об этой пряжи далее две пуговицы вот все остальное видео схема выкройки как бы в сантиметрах я нарисую приведу вот прям сейчас прям сейчас вы увидите эту схему вот на ней я пропишу разными цветами размеры то есть это в сантиметрах ну и соответственно на протяжении всего видео я буду прописать все числа которые я озвучиваю там количество петель рядов до вверх вниз сантиметров все это мы будем все все это я буду прописывать в трех размерах начинаем мы с того что набираем нужное вам количество петель обычным способом значит я не набираю 112 петель у вас эта цифра будет отличаться либо будет так как у меня центрально вот у меня 100 либо будет отличаться соответственно размер значит я выбираю 112 петель далее мне нужно два маркера значит здесь я всегда делаю узелок отделяем 6 петель нашей планки значит первую петлю снимаем и 4 провязываем раз два три четыре всего пять и шестую петлю провязываем и изнанок далее вяжем лицевыми петлями после маркера до того момента когда у нас не останется шесть петель так довязываем до того момента пока у нас останется 6 петель одеваем второй маркер первую петлю провязываем изнаночной остальные петлю лицевыми второй ряд первую снимаем 4 лицевые 1 3 4 далее 5 петля то которая у нас изнаночная пятая петля мы вяжем на ряд ниже таким вот образом и снимаем петлю то есть петлю провязываем на ряд ниже а петельку которая на левой спице просто снимаем далее изнаночными петлями до следующего маркера в конце ряда мы делаем то же самое ну почти вот эту вот первую петлю после маркера мы провязываем на петлю ниже на ряд ниже первую петлю после маркера мы провязываем не за вот эту вот стеночку а за петлю ниже на ряд ниже и далее 4 лицевые 1 2 3 4 далее повторяем 1 и 2 ряды так и так у меня пять рядов в шестом ряду мы будем делать дырку пять рядов шестом ряду первую петлю снимаем вторую провязываем далее 2 продеваем спицу через через первую петлю и протяги подцепляем протягиваем вторую новую одеваем на спицу и протягиваем через третью вот две петли и 2 я сразу же в 1 и 2 2 петли и далее вяжу по узору все как положено и у нас здесь образуется петля продолжаем вязать итак первая петля шестом ряду сейчас я нахожусь в тридцатом ряду и буду делать вторую петлю в тридцатом ряду вот тоже самое первую петлю снимаю вторую провязываем далее 1 1 2 и далее по узору еще даже несколько видов все в принципе то мы будем уже заканчивать просто сейчас 30 начиная с 34 ряда 34 ряд мы делаем то есть планку мы продолжаем вязать а посредине мы вяжем полу патентную резинку то есть до маркера у нас все таки остается эти 6 петель от от маркера 1 изнаночная 1 лицевая и до следующего маркера так и заканчиваем мы изнаночной петлей и далее 6 последних петель по узору все точно так же как и теперь мы продолжаем вязать центральную часть пышный пышной резинкой а боковые по 6 петель так и продолжаем пышная резинка у нас вяжется лицевая петля вяжется не за петлю а на ряд ниже вот отсюда вытаскивается петля а вот это он снимается со спицы изнаночная провязывается обычно просто изнаночной а лицевая на ряд ниже так в лицевом или изнаночном ряду все у нас одинаково так здесь теперь далее мы будем в каждом десятом ряду сейчас он у меня 11 вот 11 ряд отсюда да а далее будет в каждом десятом вот после после маркера изнаночную петлю провязываем вместе со следующей петли изнаночной далее продолжаем по узор значит это у нас будут скосы далее пойдет вот так вот один раз десятом ряду а сколько раз я потом вам скажу то есть сейчас мы продолжаем сейчас еще покажу вам здесь вот сократили теперь вяжем ряд до конца и в конце точно также ну теперь перед маркером мы провязываем две петли вместе изнаночной и теперь вяжем 9 ряду без изменений и через 9 ряду в десятом делаем то же самое так сейчас на данный момент у меня сделано три сокращения и провязана 38 рядов вязана и сделано три сокращения теперь вот с этой точки я отделяю полочки здесь продолжаю вязать планку здесь продолжаю делать то есть я сейчас отделю вот эту вот . здесь продолжаю делать сокращение значит в моем случае это 51 петля по спинке а здесь 22 потому что три я уже сократила должно быть 25 22 ну и понятно же планка по 6 петель вот я сократила это все дело и теперь я отделяю одну вот эту вот планку то есть маркера вот здесь вот у меня 22 петли до вот этого маркера и 6 петель после маркера и так планку я вижу всю по плану как и вязала здесь у меня еще рано делать сокращение завязываем до маркера и еще достаем сюда дополнительную петлю от следа из следующей петли вот эти петли мы оставляем поворачиваемся то есть мы добавили одну кромочную вот и теперь вяжем полочку вверх сколько я вам все расскажу все продолжаю вязать вверх здесь делая сокращение так смотрим теперь девчонки всего я сделала вот сокращение от самого начала раз два три 4 5 6 6 сокращений для всех размеров раз два три 6 раз по одной петли сокращение и высоту я провязала 90 рядов я считала фон отсюда вот начало пышной резинки 90 рядов здесь сантиметрах это 38 сантиметров теперь что я делаю здесь именно просто я освобождала вот эти спицы не обращайте внимание на тонкие спицы здесь я оставляю вот эти вот провязываю петли планки 5 петель и вот эту петлю которая была лицевой я ее провязываю изнаночной далее петли закрываю точно так же а быть самым обычным способом провязывая пол 2 вместе далее вот эти петли я оставлю открытыми на шпильку пересниму или на маркер так здесь я тоже оставляю для сшивания плечу плечом нить и перехожу на эти вот петли мне нужно переснять либо на дополнительную давайте она дополнительную пересниму нить либо на шпильку потом я их освобожу итак средняя часть следующая у нас будет средняя часть которая в моем случае 51 сантиметром 51 петля это вот она средняя часть я ее уже переодела на спицы отдельные привязываю нить и вижу здесь уже я просто вижу ничего не добавляю просто средние петли по узору он нет по узору крайние петли становятся кромочными просто вяжут средние здесь у меня остаются петли полочки всего узора пышная прыж пышная резинкой провязана 90 рядов 90 рядов от проймы 36 рядов до проймы всего-то 38 сантиметров то есть отсюда и до верху здесь у нас 18 сантиметров 33 ряда наша как бы полоса делся теперь я все петли закрываю закрываю обычным способом не очень-то затягивает достаточно свободно провязываем по 2 петли вместе и так до конца и так связана у нас правая полочка спинка и остались у нас вот эти вот петли левой полочки вяжем левую полочку здесь у меня вспомнил сейчас я пересниму эти петли и так вот она наша левая полочка здесь осталось здесь у нас сокращение с этой стороны и соответственно начинаем отсюда так как мы закончили здесь здесь нам нужно добавить дополнительную петлю сейчас я узел не делаю я сейчас просто начну вязать узел сделаю потом значит вот это дополнительная петля которую мы вытаскиваем из лицевой она у нас будет кромочная далее мы вяжем по узору в конце ряда когда на них придет время это будет то есть мы продолжаем вязать но только в конце у нас находится в конце лицевого ряда планка и у нас находится в конце лицевого ряда вот они сокращения вот мы видим сейчас это 2 лицевые но это изнаночный ряд лицевом ряду это 2 изнаночные которые мы в следующем ряду сократим так вот она наша изнаночная последняя которая дополнительная я ее вот так вот здесь эту ниточку которая я привяжу потом я ее проделал все готово и вяжу дальше еще три сокращения у меня по плану часа посчитаю тут 4 4 ну там сейчас как раз у меня сокращение 4 4 4 4 5 5 5 так вот в конце я их провязываю перед маркером как и делали все вяжу дальше итак моя левая полочка я точно так же закрываю петли так и последняя петля по которая была вот это вот эти петли навязываю до конца что у меня получается все по схеме вот они такие вот три детали верни верни одна деталь вот наши рукава очень сшивать мы будем на лицевой стороне по лицевой стороне как бы отделочным таким швом то есть этот шов у нас будет специально специально как бы на лицевой стороне берем кромочную отсюда кромочную отсюда цепочкой провязываем так вот у нас получается вот такой вот шов красивый есть одно плечо смотрите теперь второе плечо по лицевой стороне изнаночная сторона у нас внутри вот она изнаночная сторона складываем вот видите изнаночная сторона вот здесь вот 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 Так, всё, сшила я оба плеча, смотрите, как красиво у нас всё получается, теперь нам нужно довязать планку, берём планку, та, которая у нас осталась на спицах, и будем довязывать, вот здесь у нас 6 петель, раз, два, три, шесть, Так, первую петлю мы сняли, 4 провязали, последнюю переснимаю на правую спицу, здесь поднимаю кромочную, вернее, здесь вот с изнанки, смотрите, поднимаю вот эту вот петельку, одеваю на левую спицу, возвращаю петлю и провязываю вместе лицевой, поворачиваемся, вяжем ещё ряд сюда, Раз, два, три, четыре, последнюю пересняли, вот следующее узелочек, Вот так вот это присоединяется, видите, в горловине спинки, теперь последний штрих, Мы соединяем с этой полочкой, со второй, мне её нужно, Зря я это сделала, мне нужно перейти сюда, Так, это, И вот это вот, Теперь мы складываем, видите, отсюда полочка и со спинки полочка, Мы складываем, опять же, изнаночной, мы все швы используем как декоративные, То есть на лицевую сторону, там где у нас шов, По петле с каждой спицы и провязываем, По одной петле с каждой спицы и провязываем, Так, вот так вот у нас это получается, Эту нить и эту нить мы продеваем на изнаночную сторону, Здесь завязываем их узелок, И вводим шов, Смотрим, если здесь есть дырка, мы её маскируем, И уже раскируем. Играет музыка Так, далее рукав. Рукав мы набираем по кромочным петлям. Так, здесь у нас 36 рядов, а здесь у нас 54 ряда. Это значит, что здесь у нас в пройме 27 кромочных петель. Здесь вот у меня ниточка, я за нее привяжу основную нить. И набираю из каждой кромочной по одной петле. Вот они мои кромочные, я вот так вот и набираю петли. Всего 54 петли. Играет музыка Так, набрала я петли, поворачиваем. Здесь мы будем вязать поворотными рядами, девчонки, потому что нам нужен декоративный шов. И вяжем резинкой один на один первый ряд. Так, вот ряд закончен. Мы поворачиваемся, то есть здесь у нас будет шов. Повернулись. И вяжем теперь патентной пышной резинкой. То есть точно так же, как мы вязали лицевую петлю на ряд ниже. Вот таким вот образом. Вот так продвигаемся. Все, и вяжем ровно. Мы не делаем никаких убавлений, ничего. Так. Так, рукав у меня провязываем. Смотрите, 66 рядов. Здесь мы переходим к манжету. Значит, для этого первый ряд мы вот так вот провяжем по две вместе лицевой петлей. Один ряд всего лицевой. Здесь просто, чтобы красиво сошелся узор. Так, осталось у меня 28 петель после провязывания по две вместе. Теперь второй ряд. Мы снова вяжем лицевыми. И далее, как лежат петли. Здесь у нас изнаночная, видно, значит, изнаночная. Теперь у нас на лицевой стороне изнаночная, на изнаночной стороне лицевая гладь. Продолжаем. Провязано у меня 25 рядов вот этой изнаночной глади. Теперь я петли закрываю. Петли обязательно закрываю. Петли закрываем по лицевой глади. Так, последнюю петлю мы оставляем. И основываясь на нее по лицевой стороне. То есть, вот таким вот образом снова мы складываем это все дело. И по лицевой стороне крючком будем сшивать. Шоу у нас тоже будет декоративным. Продеваем белый петлю. И далее сшиваем. Смотра. Крючком. Лучно. В коробочке. Продежим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так. И заканчиваем. Ниточку пробиваем на изнаночную сторону. Таким образом вяжем второй наш рукав. Точно так же. Теперь вяжем второй рукав. Все точно так же. Так, девчонки, вот такой вот у меня результат. Прошу прощения, что только на манекене. Нет у меня ни сил, ни желания фотографироваться, снимать на себе. Поэтому сегодня вот так вот. На самом деле он получился очень классный, этот кардиганчик. Необычный такой. Вот что самое интересное, что он получается, подчеркивает талию, а там он свободный везде. То есть под широкие брюки получается очень красиво. Ну, я же говорю, нет у меня желания сейчас ни снимать на себе, ни фотографируем. Потому что просто поверьте мне, что он классный. Все, девчонки, на сегодня все. С вами благая школа рукоделивая. Всем пока, пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok